Ну чё, снизим цену на такси, да откроем ещё пару таксопарков, чтобы всё как у Болов было. Путёвка сразу на месяц, но в кассу приносить каждый день чётко 52 рубля. Ну чё, поедем? От настроения зависит. Захочу – поедем, не захочу – не поедем, и впредь ко мне обращаться шеф. Два счётчика, шеф. О, вот это другой разговор. Я сегодня в ночь, поэтому мне нужен ящик водки. Какие 10 рублей? Бутылка 3.62 в магазине. Ну так иди в магазин, который уже закрыт. Ладно, твоё счастье, что душа требует продолжения банкета. Мне бы на Казанский вокзал по-быстрому. Казанский? Далековато, но за пятёрку довезу с ветерком. Провинциал не мамонт, не вымрет. За месяц полтыщи скажите после этого, что военный за 250 – престижная профессия. На зарплату забил твоё право, но ты за неё распишись хотя бы. Блин, точно, у меня ж ещё зарплата есть. Эх, сегодня в такси от безысходности идут, потому что другой работы нет. А с этими соревнованиями франшиз у кого дешевле, скоро и на газу таксовать будет невыгодно. Это, по-вашему, протест? Погуляли и разошлись. Вот мы ради нашего будущего взяли и свергли газский режим, а вы так и будете на бутылке. Свергли? Ну и как лучше стало? Стало бы, если б не ты со своей войной. Так война вроде отличный повод реально сплотиться и заменить выгоду совестью, но чё-то не получается. Это Украина, чувак. Здесь ты очень богатый или очень бедный, середины не дано. А по-честному не разбогатеть, потому и толерантности нету к финансовому неравенству. У нас теперь зона свободной торговли с Евросоюзом. Начать, здесь я решаю, пойдёт туда твой товар или нет, так что отстёгивай. Почти что единогласно за поднятие зарплаты себе любимым. Да, вырубались, но я же Европе его продаю, а не Китаю, как некоторые. В связи с занимаемой должностью и наличием бабла условка. Бизнес-план проще некуда. Создаём проблему предпринимателям героически разруливаем, и они нам потом должны. Продолжать можно до бесконечности, поэтому не надо истерить, что мы разные народы. По меньшей мере, потому что толчности чревоугодия нам всегда были свойственны. Да, свергли у тебя гадский режим рано или поздно, мой падёт, но моральное уродство из нашей ментальности никуда не денется. И всякий, кто обретёт власть, непременно будет использовать её для собственного блага. На Западе, видали, какие налоги бешеные, у нас ещё по-божески дерут. Вот только на Западе ещё есть понятие «необлагаемый минимум». Ага, чтобы нищебродов не обдирать. Необлагаемый минимум. Да чё, давайте реально освободим нищиков от налогов, спите спокойно, у кого зарплата меньше 25 тысяч. Блин, а фиг теперь пополнишь казну, когда население из нищебродов состоит. Алё, кто там кричал, что у нас средняя зарплата 36 тысяч и уровень бедности снизился? Конечно снизился, на фоне рекордной смертности, но снизился же. После пенсионной реформы народ массово на серую зарплату перешёл, а после «необлагаемого минимума» обеспеченные начали нищебродами прикидываться. Эх, как посмотришь в эту декларацию, так грустно становится, какой же я оказывается бедный. Чё, тоже 25 тысяч зарплата? Ага, только не указано чего и в какую единицу времени. Не, ребят, нашему народу пряники противопоказаны. Как говорилось в одном фильме, ты вспомни афганцев. Пускай ветераны Афганистана сами себя обеспечивают. Все необходимые льготы для этого предоставлю. Эй, коммерсы, го с нами дружи, через нас много чего можно из-за бугра вести и пошлинами не обложиться. Нарезаем кубиками, засыпаем пакетиками из Ролтона и на батарею. Лучше всего это делать под музыку из телешо, где рассказывают о том, какой ты опасный агент Запада. Не думал, что сушить сухари такой увлекательный процесс. А я не думал, что мне их с тобой сушить предстоит. О, нашлась потерёшка, исправительная колония номер 2 Владимирская область. Какой-какой район? Чё пристали? Нормальное имя, петушки. А район Петушинский? Прикольные слухи пойдут в лучших традициях испорченного телефона. Эх, типичная жизнь типичного российского оппозиционера. Тюрьма за границей, за границей тюрьма романтика. А строчка славься отечества наше свободное за колючей проволокой, это сколько слоёв иронии. Бесит его самообладание, надо бы личность ему хорошенько убить. Но раз надо к себе забирай и убивай, а то привык чужими силами свои проблемы решать. Наш ёмка ему ещё дел, пока он на санатории, оттуда труда будет противостоять. Да-да, я уже выставил его на полляма за оскорбление чести и достоинства. Вообще дела нужны, чтобы срока ему накинуть, но так тоже норм. Стоп, а как ты мог оскорбиться? У тебя чести и достоинства отрадясь не было. Сделаем всё возможное, чтобы другим диссидентам неповадно было, так что незавидное у тебя положение. Ещё как завидное, всё равно, что в 53-м на лагерь загреметь, знаешь, что это ненадолго. В историю захотел? Так я помогу, вот носки тебе специально принёс. Помнится, была инструкция, носки не брать, но почему не поведали? Привет, это Россия. С обретением глазости мы наконец узнали, что наша жизнь не такая уж и сказочная, какой нам её рисовала пропаганда. Советские самолёты, оказывается, падают, поезда сходят с рельса, милиция, пахлющие мафии. Не, я предполагал, что воровать вечно не получится, но не думал, что с таким широким резонансом будут сажать. А сколько нормальных граждан этой мафии было репрессировано? Выходит, не там искали врагов народа. Братка, тебя реабилитировали, ты больше не враг народа. Чё молчишь, тебе чё, пофигу? А без внешнего врага единство наше невозможное, мы в постоянном напряжении должны быть. Наберу-ка продуктов с запасом, а то вдруг ядерная война. Зашибись, а нам там хоть чё-нибудь осталось? Вот оно, наше пресловутое равенство. Знакомьтесь, тайный мясокомбинат, на котором производится колбаса специально для партийной верхушки. Для этого места живность никогда комбикорма не пробовала, а вы дальше стоите в очереди к пустым полкам. Вот очередные продукты исчезли, и что делает верхушка? Травит байки об их вреде. Но давайте пройдём в подсобку и узнаем, действительно ли всё так печально. Не очень-то печально, всё расфасовано, подписано чё, кому и сколько. Продукты по блату, где как не у нас такое видано. Вам самим это всё не надоело? Терпилы мы дрожащие или право имеем? Чё-то печально всё как-то с этой демократией, в тоталитарном рабстве лучше было. Сорян, не оправдал надежд. Да это суперновый танк, АТ-14, ну-ка мы палим города, аромата-та-та-та. Ну чё, новый предмет для гордости готов, запускай теперь компанию. Трепещи, Запад, у нас появился новый танк, которому нет аналогов, и стоит куда дешевле всяких абрамсов, так что скоро он поступит на вооружение. Первый российский танк, который именно российский. Да чё-то больно он дорогой. Но это пока массовое производство наладим, подешевеет. Но фиг знает, куда дешевле советское наследство модернизировать, а этот пускай на парадах красуется. Ну заглох и заглох, чё бубнить-то? Просто танк сильно новый, вот экипаж до конца в управлении не разобрался. Как подхватили-то эту тему ни одного выстрела, а уже столько контуженных. На самом параде надо любой ценой не заглохнуть, вот хохлы расстроятся. А давай скажем, что он в Сирии повоевать успел. С кем? С пулемётчиками на Тойотах? Ты сам в это поверишь? Я нет, а вот пипл хавает. Влепи мою армату в свою популярную игру, пускай хотя бы в ней повоюет. А ты наделай мне игрушек, в таких делах без мерча никак. Эй, Запорожеца, почему у тебя сердце в заднице? Отвали, армата, я же не спрошу, и почему у тебя член на лбу. Начну, пожалуй, работу над новым танком, а то этот скоро устареет. Работай, парадные концепты же надо кому-то делать, чтобы спастись от закрытия. Для армии реально дешевле батины танки модернизировать, а эти чисто патриотизм поднимать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че, решил вы пидриться, смотрите, какой я проукраинский? Не, на самом деле за повод спасибо, реакция будет жёсткой. Собирайте войска, будем восстанавливать территориальную целостность Донбасса. Но фиг знает, сейчас не 14-й год, у меня сам мозги появились, а у Украины ракеты и много чего ещё. Взрыв этой фиговины равносили на 11-ти тоннам тротила, недаром её называют матерью всех бомб. Эх, напряжение как возле КПП Чарли в 61-м. Вперёд, во славу моих хотелок, а вы ёршик деус черкаш. Череповец, займись-ка подготовкой к захоронению, чувствую могил дофига понадобится. Украина абсолютное зло, которому мы не можем позволить существовать. Да-да, заберём Донбасс домой. Вы сами-то будете в этом участие принимать? Или запах жареного мяса только в ресторане предпочитаете? На Донбассе немало наших кентов побывало, им капец как стыдно. Не, ну серьёзно, за что мы должны там погибать, за дворцы с ёршиками? Да ладно, у нас всё равно недостаточно ресурса для полномасштабной войны, зато Украину шуганули. Как знать, как знать, я стрелу забил и не пришёл, так что клеймо очкошника гарантировано. Слушай, а на Беларусь хватит ресурса. У русских такая интересная традиция к 9 мая клеить всякие надписи на машины. Наклею что ли тоже, чем я хуже? Ты 9 мая популяризируешь как свой личный праздник, такая прям вселенная, в которой ты ПЖ. ПЖ, так что надень ленточку, родной. Так ты никакого отношения к нему не имеешь, победило другое государство, которое тобой было уничтожено. Чё, пацаны СНГ, я подписываю. Можешь поздравить меня, совка больше нет. Это знамя победы такое красное? И чё? Да как-то с флагом нашим не сочетается. Чё это? Придёт день и наше знамя водрузится над Кремлём, давите коммуняк. Россия в честь 9 мая выплатит ветеранам в 17 раз меньше, чем Казахстан. Ой, на Туркменистан посмотрите. Всем ветеранам сдать на подарки, которые я вам и подарю. Ваши документы. Однако неприятно, я город-герой, а ты мои улицы патрулируешь. Да чё бы не присягнуть, я Красной Армии, капец как мечтаю истребить, и вижу в тебе надежду на это. Куда прешь, не видишь, дорога перекрыта. Так пропусти мне, пожар надо тушить. Подожди, твой пожар, пускай сначала техника парадная проедет. Ты сейчас серьёзно? Ну чё, содержание пестицидов сильно превышает норму, так что не могу я твои помидоры к себе пустить. А раньше не превышали, скажи прямо, что причина сбитый самолёт. Ага, может ещё грузинские вины не пускал из-за Южной Осетии. Нафиг Турцию после такого, у тебя дороже безоинклюзива, зато ты наш. Короче, Турцию подставили, самолёт сбили случайно, поэтому авиасообщение возобновлено. Радость-то какая, поди, кто громче всех предъявлял, уже и не помнит, как сбитого лётчика звали. Неужто пестициды снова в норме? В норме избитый самолёт абсолютно ни при чём. Смотри, какие классные беспилотники, с ними армян с Карабаха выгнать не проблема будет. Ничего против не имею, над поверженной Арменией былое влияние, легче будет вернуть. Вернуть. Влияние. Над бывшей Советской Республикой. У меня ракеты американские на подходе, подгони мне своих беспилотников. О, грандиозное фаер-шоу намечается, подгоню раз такое дело. Дай угадай, в этот раз авиасообщение прекратилось не из-за Украины. Нет, конечно, коронавирус же по миру гуляет, лучше обезопасимся. Ну ладно, опять сделаю вид, что поверил. Во времена всеобщей лжи говорить правду, это экстремизм. А чё, золотые слова, надо ими уголовный кодекс дополнить. Ну, по сути, у нас и царит всеобщая ложь, иначе вам бы уже дел на шерез за фейковые новости. Это-то ладно, почему во время демонстрации материала иноагента не был указан соответствующий статус? Надо указывать, иноагент нынче почетное звание. Это изделие из американской пробирки поведало о закупке продуктов для личного состава по завышенным ценам. И о квартирах с тачками, купленными на пенсии холопов. Гражданство мое британское засветил, пришлось выпилиться из общественного совета Министерства обороны. О бизнес-делишках с бандитами холопам не обязательно было знать. Руководствуясь золотыми словами, оппозиционера признать экстремистом. Ну всё, теперь ты вне закона, ещё вдобавок запретим баллотироваться тем, кто тебе донатил. Копай могилу, рублю, новые санкции не заставят себя долго ждать. То, что мертво умереть не может, по крайней мере запад от Крыма отвлюкся. Кокорико, хорош вам, а? Чё хорош, все уже знают, что тебе иноагента нарисовали. По беспределу же нарисовали. А это значение не имеет, из иноагентов обратно не возвращаются. Ну, блатота политическая, сейчас ты у меня получишь своим же оружием. Зафиксируйте, что я местным властям денег закинул. По понятию, они теперь обязаны в агитке указывать, что финансировались иноагентом. Блин, вообще-то да. Забери обратно свои деньги, нефиг меня шкварить. Уже зашкварил, так что вернешь ты мне их или нет, значения не имеет, у иноагента нельзя ничего брать. На чё, признавайте меня экстремистом, ща всех тут профинансирую. А здесь прокатит, вы не понимаете, это другое. Ну мы вроде как сами себе понятие, только это не спасает от зашквара. Такая фигня пострашнее всякого спида. Хотели прорыв? Получите в виде прозрачных солнечных батарей. Всё благодаря напылению, которое пропускает видимый светоинфракрасный, преобразует в электроэнергию. Так, производство удешевили, теперь бы надо немного обезопасить. Мне нужен растворитель наименее токсичный, а у тебя такое имеется, продай малёха. Что тут у нас, контрабанда наркотиков? Да я в душе не знал, что этот растворитель психотропный. А если психотропный, то почему таможня допустила ввоз на твою территорию? Потому что... потому что потому. Без цели сбыта, так что три года условно. Я так-то одиннадцать просил, почему отбросили обвинение в контрабанде? Наверное, потому что я декларацию таможенную заполнял на этот несчастный растворитель. Да пофигу, моя работа сажать, поэтому буду обжаловать приговор. Ну а я не буду, лучше на науку время потрачу. Выходит, благодаря твоей разработке батареи может стать любое окно? В общем-то да. Фалика, ты ко мне, я тебе все условия для работы со стам. Я небоскрёбы люблю, а твоё изобретение в них будет очень кстати. Что ж, думаю, сработаемся. Утечка мозгов, утечка мозгов, чего истерить, если я сам же их и убиваю? Детская порнография на ютубе? Ага, какие ещё нужны аргументы для его блокировки? Слушай, а как ты на неё наткнулся? Целенаправленно что ли искал? Задолбали со своим ютубом? Других что ли площадок нету, к которым можно придраться? Давненько я порнхабу внимания не уделял. Надо короче некоторые видосы проверить на предмет оскорбления чувств верующих. Ссылки прилагаются. О, трудоёмкая проверка предстоит, надо вазика в госзакупке дописать. Чё-то маловато оснований для предъявы, нужен фул, чтобы как следует оскорбиться. Вот только доступ к нему проблематично получить. Так это наоборот хорошо. Виза и Мастеркард запретили оплату на Порнхабе? Ага, с ним дружить надо, мы проверками его гномим. Блин, а ведь это реально мой шанс. Добавить возможность оплаты картой мир? Ну а чё, враги наших врагов наши друзья, почему бы не объединиться? Нехило поднимется твоя платёжная система после такого объединения. Конечно, с твоей-то мировой аудиторией. Только давай авторизацию для проверки возраста через госуслуги, а то во ВКонтакте его подделать можно. Ё-моё, стояли велосипеды, никого не трогали, нет, надо было стырить. Совсем обнаглели, уже камер наблюдений не стесняются, вот сейчас по нему узнаем, у кого тут ни стыда, ни совести. Вот это поворот. Но, как говорится, это Россия, расслабься. Ну и где эта драка, за которую вызов был? Разбежалась, пока мы ехали. Зря ехали, получается. А может и не зря. Гляди-ка, стоят без присмотра, будто специально для нас. Ага, нормальная такая компенсация. А не опасно? Да ты успокойся, мы же в форме, если кто её видит, на криминал не подумает. Эх, 21-й год на дворе, а у вас до сих пор буханки производят. Зато в них велики нормально грузить. Так мы это, на сохранение забирали, чтобы не стырили. Не знаю, не знаю, какой там нынче уровень доверия к полиции. Ну а если б не камеры, прикинь, пришёл ты о краже заявлять, а велик быстро нашёлся и к уровню доверия, плюс и к плану по раскрываемости. А чё, нормальная тема эти ваши дискаунтеры? Наценки мизерные за счёт того, что магазин больше на склад похож. Ну и прямое сотрудничество с производителями ноунеймами. Качество не ахти, конечно, но лучше, чем ничего. Ну да, холопам выбирать не приходится при их нынешнем положении. Блин, так смешно джипы наблюдать на парковке такого магазина. Ох ё, это же бьёт по авторитету режима. Не-не, я не могу у себя такое позорище допустить. Так, больше четырёх рыл в очереди к такому магазину не собираться, иначе арестуем или вычеркнем из списка ожидания. Скажите спасибо, что не Кокош Хабада. Вообще к такому магазину не подходить, нефиг картину портить. Нет никакого кризиса, ни экономического, ни продовольственного, понятно? И пандемии тоже, потому что я так сказал. Кто последний за портретами и книгами вождя нашего? Да какая разница, их всё равно хватит на всех. Вот такие очереди мне по душе, и сразу видна всенародная любовь. А еда вообще вредна для здоровья. Здрасте, а мы к вам с обыском, вот санкция. Ага, есть подозрение в незаконном хранении оружия. По нам стреляют, требуется подкрепление. Однако нечестно, силы не равны. Ага, я только студента с плакатами дубасить умею. Будьте осторожны, преступник вооружён и далеко не картонным стаканчиком. А как вам такой стаканчик? Судя по звёздочкам, тут уже вертушка должна быть. Вы, блин, серьёзно? Стыдоба-то какая структура задачи, которой демонстрация силы шесть часов не может взять одного поехавшего. Чё он там, аспирина с Хисаямом намешал? Мы читы на оружие тоже знаем. Посмотрим, успеешь ли ты сказать о языкме раньше, чем тебе граната прилетит. Эх, одной звёздочки до танков не хватило. Ты не расслабляйся, его сейчас возле больницы надо пасти. Да ладно тебе, всё оружие по выписке изымается, так что взять будет не проблема. Субтитры сделал DimaTorzok